В Кстове подвели итоги выборов депутатов городской думы 4 созыва. В минувшее воскресенье в городе работал 31 избирательный участок. Кстовчане голосовали в течение всего дня, однако очередей на участках не было. Явка избирателей составила 17,32%. Вы постоянно на выборы ходите? Постоянно. Каждые выборы. Когда состоятся выборы, мы идем. Команды, которые я знаю, если у них все пройдут, то надеемся на лучшее, потому что если у них спросить можно будет. Поддержать все-таки своего кандидата, потому что оппонентов на самом деле много. Понимаю, что голос действительно очень важен. И хотелось, чтобы прошел именно тот кандидат, за кого я им отдала свои голоса. За коммунистов всегда голосую. Хочу вернуть Советский Союз 20-е века. В Кстовском избиркоме эти выборы назвали спокойными, однако во время голосования было зафиксировано 4 нарушения. Все они носят технический характер. К примеру, в областную избирательную комиссию поступила жалоба от Кстовского отделения партии ЛДПР касаемо направлений наблюдателем, подписанных секретарем местного отделения «Единой России» Кириллом Культиным. В правлениях наблюдателей от «Единой России», от партии «Единая Россия» стояла подпись Кирилла Вячеславовича Культина. Но тем не менее, несмотря на всеми известные события, он продолжает оставаться секретарем Кстовского отделения партии «Единая Россия». И во внесении этой подписи мы не увидели ничего противозаконного. Поскольку полномочия его как секретаря прекращены не были, мы нашли это подтверждение. По сути, он через адвоката мог это передать. Ну, то есть, это не ставится под сомнение, что это подпись его. Наблюдатели могли присутствовать на избирательных участках. Сегодня на сайте администрации Кстовского района были опубликованы итоги выборов в Городскую Думу. Кандидаты от партии «Единая Россия» получили 18 мандатов, два остальных за представителями КПРФ. Переизбрались 14 депутатов предыдущего созыва Думы. Среди новых депутатов – директор Кстовского ФОКа Олег Клишнин, гендиректор Международной Олимпийской Академии Спорта Владимир Кузнецов, аппаратчик газораспределения ООО «Сибург-Кстово» Юрий Медведев, директор некоммерческого партнерства «Афонинская слобода» Владимир Кузнецов, индивидуальный предприниматель Иван Токарев и директор ООО «Профинвест» Андрей Таланин. Первое заседание обновленной Думы должно быть проведено в течение месяца. Уже на этой неделе избирком Кстовского района вручит удостоверение депутатов новому созыву. Евгений Кузьмин, Андрей Ярастов, Связист ТВ.